Представляю самодельную мишень для пневматики, которую можно изготовить в домашних условиях, достаточно быстро и без использования сварки и другого сложного оборудования. Автоматическая система предусматривает возврат мишени в исходное положение путем поражения дополнительной цели. Сразу отмечу, что принцип ее работы я подсмотрел в магазине на мишенях для тира стоимостью от 1500 рублей. Мой способ предусматривает небольшие затраты при относительной простоте изготовления. В качестве основы использую сосновую доску шириной 10 см и 3 см рейв. Они продаются в любом строительном магазине. Шлифовка в этом случае совсем не обязательна, но я прошел со шлифмашинкой из эстетических соображений. Также понадобились такие петли стоимостью по 50 рублей. Толщина стали по-моему 1,5 мм. Врезные петли по 45 рублей за штуку, хотя можно найти дешевле. Шкатулочная петелька у меня завалялась в хозяйстве. Кронштейны, проволока и железная крышка. Петли и уголки креплю к основе на саморезы. Две рейки соединяю между собой шкатулочной петелькой. И креплю эту конструкцию на уголки. Затем закрепляю врезные петли. Чтобы исключить падение этой половинки, я просто вставляю сюда кусочек стальной проволоки, которая будет играть роль пружины. Затем загибаю проволоку таким образом. И креплю с помощью скоб из гвоздей такую нехитрую конструкцию. А этот крючок будет ограничителем хода откидывающейся части. Кстати, это временное решение. Впоследствии крышку нужно будет заменить на что-нибудь более прочное. После пришлось отпилить еще два отрезка от доски и установить их в качестве надежных упоров для мишени. Изначально я планировал установить несколько иную подставку. Мишень готова. Приглашаю на улицу для практических испытаний. Продолжение следует... Так, ну что же. На этот раз мне все удалось. Система работала без сбоев. Единственное, разумеется, вот эту временную штуковину нужно продумать, как заменить. Но это не составит особых трудов. Вполне себе рабочая мишень. Вон видно, следы от шариков остались. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Во Bugün. Ученики. Ученики. Продолжение следует...